Аллаху Акбер, Аллаху Акбер Бисмиллах, الحамду лиллах, والсалату والсаламу على رسول الله Дорогие мусульмане, السلامу алейкум ورحمة الله وبركاته Мы продолжаем лекции установления закона Аллаха на земле Который установил Аллах, это было испытание верующих Это был закон сдержание одной группы другими Итак, сегодня будем разъяснять, иншаллах Закон истребления грешников Что это означает? Аллах, subhanahu wa ta'ala, поставил на земле закон Что он грешников и также притеснителей накажет разными наказаниями на земле Это наказание, что для грешников будет на земле, для притеснителей Это самые боли, которые разъяснил Аллах, subhanahu wa ta'ala, в своем книге al-Quran Этот закон, закон истребления, для него есть правило Первая основа наказаниях Аллаха, subhanahu wa ta'ala, или же вознаграждение Аллах, subhanahu wa ta'ala, это что? Это будет? Ахирата, судный день Не в этом дуне Но Аллах, subhanahu wa ta'ala, часть этого наказания сделал в этом дуне Чтобы это было назиданием для других И очистить эту землю от этого нечисто Чтобы она там не оставалась И наказывать грешников и преступников И уничтожить кафиров Для этого некоторые наказания Аллах, subhanahu wa ta'ala, сделал на этом земле Второе правило, которое мы должны понимать Это наказание, которое получают за грехи этом дуне Она бывает индивидуальное наказание от Аллаха, subhanahu wa ta'ala Но большинство оно бывает общее наказание для какого-то народа Может быть, к этому народу наказание отправляет Аллах, subhanahu wa ta'ala Может быть, некоторые грешники остаются живыми Аллах, subhanahu wa ta'ala, может быть, часть грешников уничтожит И часть оставит для чего? Чтобы оставившим, что это было для них назидание Третье Этот закон Аллаха, subhanahu wa ta'ala Закон истребления Это разные Иногда это не означает, что, может быть, они полностью уничтожат этих преступников Это может полностью уничтожить, как уничтожили при нохе, алейхиссалам Всех кафир уничтожили Аллах, subhanahu wa ta'ala И, может быть, частично уничтожить И даже, может быть, это наказание быть Не обязательно с небес какое-то наказание от Аллаха, subhanahu wa ta'ala, как было для нох, алейхиссалам Наводлением, или же ветром, или как, алейхиссалам, поднять и привернуть землю над ними Не обязательно таким быть И, может быть, наказание быть руками верующих людей Через джихад наказывать кафиров Это считается наказанием Аллаха, subhanahu wa ta'ala Как сказал Ибн Тайми, рахма Аллах, из этих наказаний, которые Аллах, subhanahu wa ta'ala, наказывает кафиров после того, как было ниспослано Таврат Наказание кафиров руками верующих людей в джихаде Которой до этого не было Даже за то, что это мало было, наказание Аллаха, subhanahu wa ta'ala, за грехи после ниспослания Таврата После того, как Аллах, subhanahu wa ta'ala, обязал джихад верующим людям, Муса и его последователям После этого наказания Аллаха, говорит, общей из небес не было Даже некоторые так говорили Так говорит Ибн Тайми, рахма Потому что большинство наказаний после того, как был обязан джихад Муса, alayhi s-salam, и также Мухаммада, subhanahu wa ta'ala, наказание кафиров было Руками верующих людей Как Аллах в Куране сказал Погубив первое поколение Аллах, subhanahu wa ta'ala, отдал для Муса Писание В качестве наглядного наставления для людей верного руководства и милости Верного руководства это и милость, которую Аллах, subhanahu wa ta'ala, отдал Чтобы они могли помянуть назидание, которое Аллах, subhanahu wa ta'ala, им отдал До этого, до Муса, alayhi s-salam, Аллах, subhanahu wa ta'ala, наказывал народ Уничтожал их, как уничтожил фараон во время Муса И шуаиб Коума шуаиб, иль-луд, и ад, ва-самуд, ва-гайрум Это всех Аллах, subhanahu wa ta'ala, уничтожил С какими-то небесными наказаниями Дождями, камнями, ветром После этого мало было наказания После диспослания обязательства джихада При Муса, alayhi s-salam, и также при Мухаммаде, салалу алейhi s-salam Наказание кафиров было руками верующих людей Их, ковм, люд, и ковм, шуаиб, уничтожил Аллах, subhanahu wa ta'ala, руками верующих людей Аллах сам уничтожил их А после этого За то, что Муса, alayhi s-salam, был Один из величайших посланников Его книга, один из величайших книг, Таврат Из этого Наказание кафиров было руками верующих людей после этого Когда им пришел, говорит, истина от Аллаха, subhanahu wa ta'ala Кафиры сказали Принесли бы Мухаммаду, салалу алейhi s-salam Такая же книга, которой была Муса, alayhi s-salam Или же они говорят, куль, фа-туби китаба мин инди ллах, у ахда мин хума оттаби'у Или Ты скажи, говорит, Мухаммад, салалу алейhi s-salam Тогда лучше, чем это оба книги, Таврат и Кур'ан Принесите, чтобы я следовал за ним Ты скажи, говорит, камфиров И Аллах, subhanahu wa ta'ala, обязал этих обоих посланников Муса, alayhi s-salam, и Мухаммад, салалу алейhi s-salam, джихадом Из Мухаммада, и религия Мухаммада, салалу алейhi s-salam, полноценнее была И она была ко всему человечеству Из-за этого джихад, умматы Мухаммада, салалу алейhi s-salam, тоже было больше Почему? А, уничтожение джихад для кафиров более лучше, чем полностью уничтожить Почему это так лучше? Потому что за уничтожение кафиров, за джихад Мусульмане верующие получат вознаграждение Аллаха, subhanahu wa ta'ala И возвышение их степени в раю И за то, что они стараются на пути Аллаха И хотят возвести слово Аллаха, subhanahu wa ta'ala Второе, этот джихад для кафиров тоже это более полезно Почему? Потому что они, быть может, они со страха даже примут ислам От джихада Из них, который в плен попал Или же дети, которые в плен попали Они вырастут мусульманами Из этого Аллаха, subhanahu wa ta'ala, когда сказал Вы были самые лучшие общины, которые были неспосланы для народа Абу-хурай, разья Аллаху, разья Аллаху, разья Аллаху, объясняй этот аят Вакунтум хайру нас или нас Вы были самые добрые люди, хорошие люди для людей, для народа Почему? Потому что вы их цепами, окоами тащите их в рай Имеется в виду с джихадом Вы заставляете их ислам принимать И чтобы они вошли в рай Из-за этого, за то, что они Стараются и усердствуют, чтобы люди в рай зашли Они были самыми лучшими народами Четвертое правило Не все грехи в Уране Аллаху, subhanahu wa ta'ala, наказывают этим дуньи Когда Аллах, subhanahu wa ta'ala, объясняет тех людей, которые сам уничтожил В конце указывает, какой грех этих людей был Это мы должны понимать Из этих грехов, которые Аллах, subhanahu wa ta'ala, наказывал полная община Это было от такзиб Не уверовали пророков Считали пророков лжецами Аллах в Куране говорит Ты скажи, говорит, Мухаммад, саллиллаху асалам Ходите по земле, странствуйте по земле Потом посмотрите, как был конец тех людей Которые считали пророков лжецами Не уверовали пророков Вот первая сифа Тех людей, которые Аллах, subhanahu wa ta'ala, уничтожил Они, сифа такзиб Они считали пророков лжецами Не уверовали в них Что такое наказание получили Тех людей, которые считали пророков лжецами И не считали их праведными людьми Такие аяты, четыре аята в Куране пришло По это наказание Второе, сифа туль-иджрам Преступление Ослушание Аллаха, subhanahu wa ta'ala И непринятие Религия Аллаха, subhanahu wa ta'ala Аллах в Куране говорит И пролили, говорит, мы на них каменный дождь Наказанием И провернули их селение вверх Посмотри же, каким конец бунтарей Каким был конец, оказался конец этих бунтарей Этих преступников Которые осмелились на ослушание Аллаха, subhanahu wa ta'ala И открыли его посланников Это иджрам Третий Сифа Атрибут, который Аллах, subhanahu wa ta'ala Рассказывал Этих людей, которые он уничтожил Это был ифсад На распространение нечисти по земле Аллах в Куране говорит Каждый дорога не сидит и говорит им Угрожая, избивая с пути Аллаха Тех, кто уверовал в него И пытаясь исказить его Эта дорога, которую принес пророк И помните, что у вас было мало И он приумножил ваши числа Вот конец Аллах Смотрите вы Какой был конец Беззаконников Злодеев Какой конец был злодеев Нечистивцу Посмотрите В таком понимании Что мувсидин Беззаконников Нечисты Уничтожал Аллах, subhanahu wa ta'ala Про это В Уране есть три аята Четвертый атрибут Тех людей, которые уничтожили Аллах, subhanahu wa ta'ala Какие они были? Их атрибут был Они были Притеснение Они притесняли Верующих людей Они также Объявляют Что это ложь Ложью Та знание Которое их ум Не достигает Которые сами Не способны Постыть это знание Они это считают Ложью Таким же образом До них, которые были Общины тоже Считали И отвергали Их Это знание Да вот для тебя Который был общин Тоже Фангур Ты смотри Вы смотрите Фангур Ты смотри Какой же был конец Этих беззаконников Этих притеснителей Какой же был конец Это атрибут Аллах, subhanahu wa ta'ala Тех людей Которые наказывали В следующих лекциях Именно про это Валим Как Аллах, subhanahu wa ta'ala Уничтожил Ища рассказим Пятый атрибут Этих людей Которые уничтожили Аллах, subhanahu wa ta'ala За то, что там есть Некоторые люди Которые Некоторые праведные люди За то, что есть В этих общинах Это не останавливает Это наказание Аллах, subhanahu wa ta'ala Даже, может быть Эти праведные люди Тоже под этим Наказанием Попадут Это наказание Попадут Праведные люди Если Эти праведные люди Сами не будут Стараться Убрать Этот мункар Не хватает Быть Сам праведным Должен стараться Призывать других К Этому Праведному Деянию За то, что Плохие Атрибуты Этому Общине Есть Которые Аллах, subhanahu wa ta'ala Сделал Причиной Для наказания Есть Некоторые Атрибуты Которые Аллах, subhanahu wa ta'ala Поставил Их Чтобы не наказывать Если Атрибуты Общине Есть Этот Который Обязал Наказание Останавливает Аллах, subhanahu wa ta'ala Эти Атрибуты Будут Препятствием Получить Наказание Или же Полность От общества Это наказание Аллах, subhanahu wa ta'ala Отвратит Остановит Или же Именно Тех людей Которые Стараются Исправить Эту общину Один из Самых Важных Атрибутов Людей Чтобы Аллах Наказание Не получить Должны В этом общине Те люди Которые Порицают Порицаемые Инкарл Мункар Которые Порицают Пока Порицают Аллах, subhanahu wa ta'ala Эта община Не накажет Те, которые От злого Людей Останавливают И Притеснители За руки Притеснители Держат Имеют Судо Останавливают Притеснителей Пока Такая община Есть Аллах, subhanahu wa ta'ala Людей Не будут Наказывать Если Этот Сифат Есть Обществе И Беззаконников Притеснителей Общества Если их мало Или же Хотя даже Много Есть Притеснителей Но Слово Исправителей Которые Исправляют Эту общину Призывающих Если это Выше И люди Их слушают Тогда Аллах, subhanahu wa ta'ala Эта община Спасет От этого Наказания Амма Амма Или же Если Эта Община Без Исправительных Людей Не исправляют Их Инкарм Мункер Не делают Порицаем Не порицают И Беззаконников Их Слово Там Действует Аллах, subhanahu wa ta'ala Такую Общину Наказывает Аллах Аллах Куран Говорит Когда Они забыли Напоминания Которые Аллах, subhanahu wa ta'ala Им сделал Я Говорит Аллах, subhanahu wa ta'ala Спас Тех Людей Которые Я Нагав На Нес Тех Которые Порицаем Их Спас Я Остальных Уничтожил Говорит Аллах, subhanahu wa ta'ala Если бы Только Среди Поколений Живших До вас Были Мудрые Люди Которые Уступали Против Нечести На земле Такими Были Лишь Немногие Из числа Тех Кого Мы Спасли А беззаконник Последовали За тем Что Было Даровано Им И Стали Грешниками Здесь Айди Их Было Мало Из Людей Которые Призывали К Хорошему Было Мало Из Этого Аллах Subhanahu Wa ta'ala Этих Людей Которые Призывают К Хорошему Их Спас И Аштанник Уничтожил Аллах Subhanahu Wa ta'ala И Пророк Салли Аллах Приводит Пример Людей Которые Порицают Порицаемые И Если Не будем Порицать Что Случится Общине Пример Тех Людей Которые Стоят На границе Аллах Subhanahu Wa ta'ala И Соблюдают Закон Аллах Subhanahu Wa ta'ala И Тех Людей Которые Грешат Пример Людей Пример Народа Которые Одном Корабле Живут Некоторые Из них Живут Вы В верхнем Этаже Некоторые В нижнем Этаже Живут Этого Корабля Нижние Постоянно Поднимались Наверх Чтоб Воду Брать От них Воду Просили Которые Наверху От них Брали Потом Нижние Сказали Зачем Мы Каждый Раз Будем Подниматься Вверх Давай Сделаем Дыра Корабля Чтоб Оттуда Воду Чтоб Сами Набирать Если Если Это Оставить Они Давайте Сделаем Что Воду Брать И Не Будем Мешать Верхним Людям Каждый Раз Подниматься К ним Воду Просить Тогда Чтобы Если Верхние Люди Оставят Чтобы Вместе Утонут А Если Их Остановят Нижние Тоже Спасутся И Верхние Тоже Спасутся Это Пример Приводит Пророк Салаллах Тех Людей Которые Порицают Порицаем Если Мы Живем Обществе И Не Порицаем Порицаем И Не Говорим Это Плохо Это Хорошо И Молчим Все Хотя Ты Правильные Вещи Делаешь Но Есть Общины Которые Это Общины Портят И Дыра Чтобы Утонул И Ты Молчишь Аллах Как Сказано В этом Хадисе Вместе Всех Уничтожает Один Ночь Зайна Бин Тужахш Мат Наш Правый Ножина Наши Пророка Салаллах Алиллах Алиллах Зайна Бин Тужахш Умм Му'мменин Рассказывает Один Ночью Пророснулся Пророк От Сна Покрасневший Проснулся Лицо Было Красное И Говорю Ла И Нет Божиства До Что Иного Поклонения Кроме Аллах Субханава Таалла Большое Наказание Для Арабов От Зла Который Уже Приблизилось Фути Халья Ума Мин Радми Яджу Жива Ма Жуж Мисла Хази Сегодня Открылся Этот Преграды Который Поставлен Между Яджу Мажем Как Столк Рука Поставил Столк Открылся Тогда Зайна Бин Тужах Спрашивает Нас Уничтожить Аллах Субханава Таалла Будучи У нас Салих Праведные Люди Праведные Люди Пророк Отвечает Когда Зло Уничтожить Когда Зло Больше Станет Аллах Субханава Таалла Наказывает Всех Пока У нас Есть Праведные Люди Салих Сам Праведный Мусле Сам Праведный И старается Исправить Других Абубак Ради Аллах Говорит Один Вы читаете Этот Аят Вот Этот Аят Вы читаете О Люди Это Аят Вы читаете Такой Я Айюха Аль-Лазина Аману Алейкум Анфусакум Ла-Я Дурруку Мандал Идах Тадайтум О Верующий Аллах Говорит Алейкум Анфусакум Вы Старайтесь Чтобы Себя Спасти Ла-Я Дуррук Вам Не вредит Мандал Заблучше Если Вы Станете На прямой Путь Многие Из вас Это Читает Что Мы Это Понимаем Главное Что Сам Праведен И Молчать Сидеть Это Хватает Это Не так Говорит Абубакр Я Услышал Пророка Салли Аллаху Алейхи Вассалам Инна Наса Идара Аудзалима Если Люди Увидят Притеснителя Фалам Яхуду Аля Ядайхи И Он Этого Притеснителя Не Остановил Взял Его За руки Сами Общество Если Его Не Остановит Ау Шакан Яум Аллаху Би Акаби Может Аллах Обще Для всех Отправит Наказание И Аллах Всегда Когда Это Наказание Этот Закон Объясняет Что По каким-то Людям Когда Он Принял Этот Закон Уничтожил Ад Уничтожил Самуд Уничтожил Ковм Шуайб Уничтожил Ковм Люд После Этого Аллах Субхан Говорит Я Их Не Притеснил Я Им Зульму Не Сделал Они Сами Себя Зулму Сделали Как Это Аллах Сами Зулму Сделал Ослушались Аллах Субхан Ахата Ослушались Пророку Аллах Субхан Ахата Аля И Многих Аятах Аллах Объясняет От Хорошего Положения К Плохому Положению Не Меняет Аллах Субхан Ахата Аля Пока Люди Сами Не Поменяются Сами Пока От Хорошего Плохого Не Поменяются Аллах Субхан Аля Их Положение Тоже Не Меняет От Хорошего Плохого Многие Приводят Аят Что Положение Сами Должны Справиться Этот Аят Наоборот От Хорошего Положения К Плохому Не Меняется Пока Сами Люди Не Поменяются От Хорошего К Плохому Имам Имам Таб Рахм Аллах Аллах Субхан Аля Этим Аят Говорит Залик Би Анна Аллах Лам Яку Мугайра Нима Тан Анна Аля Ковмин Хат Югайру Ма Би Анфус Им Ва Анна Аллах Сами Аллим Аллах Субхан Аля Не Минает Нима Благодат Который Отдал Народу Это Не Забирает Не Поменяет Пока Эти Люди Не Поменяет То Что Наход В Душ От Хорошего Положения Поэнн Аллах Поистине Аллах Сами Слышащий Басир Видящий Имам Утабар Говорит Раим Аллах Аллах Субхан Аля Говорит Мы Этим Наказали Мушрику Курайш Бадре Бадре Мушрику Курайш Аллах Этим Аят Объясняет Я Мушрику Курайш Наказал Бадре За Их Грихи Они Поминяли Тот Благодат Которую Аллах Субхан Аля К ним Дал Какой Благодат Аллах Субхан Постал К ним Посланника Из них Чем Поминяли Неуверивали Считали Его Лжецом И Выгнали Его Из своего Города Из Мекки И мы Тоже Говорят То что Было Немат И Мы Поминяли И Погубили Их Уничтожили Их Как мы Делали Для Прошлых Общин И С ними Тоже Так же Поступил Аллах Субхан Аху Ва Та Аля Другом Аят Аллах Говорит Поступил 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 Аллах Субхан Аля Не Меняет Положение Людей Из Хорошего К Плохому Пока Сами Люди Не Поменяются Еще Есть Правил Которые Мы Должны Знать Аллах Субхан Аля Когда Тот Наказание Который Сам Хотел Отправить Уменьшает Или Остановит Если Люди Шариатские Наказания Получат За свой Грех К Наказание За грехов Два Наказание От Аллах Субхан Аля И Которые Поставлены Шариатские Законы Шариатские Наказания Если Шариатские Наказания Будут Установлены Тот Наказание Которое Аллах Субхан Аля Должен Отправить Который На себя Взял Наказывает Грешников Эти Поднимет Не накажет За это Наказание Или же Уменьшит Это Наказание На одного Раба Аллах Субхан Аля Два Наказания Не Объединит Или Шариатские Наказания Или Тот Наказание Которое Он Сам Хотел Наказать Своего Раба Если Шариатские Наказание Уйдет Тогда Говорит Халалом Становится Дозволенным Становится Наказание Которое Аллах Сам Отправляет И Они Будут Даже Сильнее Может Быть Сильнее Чем Шариатские Наказания Но Она Когда Общие Наказание Аллах Отправляет Не как Шариатские Индивидуальные Грешнику Приходят Это Наказание Приходит Ко всем И Грешникам И Праведным Людям Которые Не Исправляли Это Положение Девятый Аллах Субхан Многие Истории Рассказал Как Он Уничтожал Грешников Куране Очень Много Рассказал Для Чего Чтобы Это Были Для Нас Назиданием Что Мы Брали С них Пример Аллах Куране Говорит Вам Был Пример Два Группа Которые Встретились Одна Группа Которые Сражаются На пути Аллаха Другой Неверующий Кафирский Группа И Кафир Их Видели Мусульман Когда Смотрит Удвоенно Аллах Специально Так Сделал Аллах Помогает Аллах Помогает Своей Помощью Кому Он Захочет В этом Примере Который Я вам Привел Есть Для Размышляющих Людей В другом Аяте Аллах Субхан Говорит Я Говорит К вам Ниспослал Муса Муса Своими Знамениями Им Мусуль Сказал Выводы Своего Народа Из Мрака Куфра К Свету Ислама Им Делай Напоминание Твоему Народу Которые Те Ни Мати Те Благодарцы Которые У них Были Которые Аллах Спас От Фараона И Они Были Таком Унизительном Положении У Фараона Убивали Мальчиков Оставляли Девочек Так Это Вазак Кир В этом История Им Делай Напоминание Для Чего Это Напоминание В этом Назидании Есть Знамение Для Каждого Терпливого И Благодарящего Человека Саппар Который Делает Стерпение Шакур Который Благодарит Аллаха Субханаху Ва Таала Из Этых Знамений Которые Аллах Субханаху Аят Приводит Чтобы для Нас Было Назидание Аллах Который Сказал Фараону Сегодня Мы Тебя Спасем Твоим Телом Смор Вытащ Для Чего Чтобы Ты Был Для Тех Людей Которые После Тебя Придут Знамения Знамения Вот Человек Который Говорил Что Я Господь Вот Этот Человек Был Вот Его Положение Чтобы Это Для Чтобы Назидание Было Я Говорю Твое Тело Говорит Спасю Вытащи Аллах Субханаху Они Относятся Беспечно Не обращают Внимание Так Как Аллах Субханаху Такие Наказания Отправляют Для Общества И нам Сказал Аллах Субханаху Что Мы От Него Назидание Брали Также Мы Верующие Люди Должны Брать Назидание Которые Аллах Субханаху Наказывают Индивидуально Залимо Притеснители Когда Мы Видим С него Мы Должны Брать Назидание Наказания За грехи Разные Это Наказание Может быть В сердце Или же Наказание В душе Сердце Чтобы истин Не принимать Это Наказание Ты не Принимаешь Истину Потом За этот Наказание Судный День Или же Наказание Может быть В теле Или В месте И в душе И в теле И Наказание Может быть Барзах После смерти До Судного Дня грех без наказания не останется за то что сам раб не знает что это является наказанием этого наказал не чувствует этот человек за свои грехи наказание точно не чувствует как пьяный человек или же под наркотиком находится или спит он боль не чувствует когда уже проснется судный день если человек проснуться и посмотрим он почувствует боль из этого грехи свое дело делает наказание получит это может быть даже как я потихоньку свое дело делает из этого братья мусульмане мы должны обращать внимание за наши грехи как говорили наш салов я даже говорит эффект своего греха как видел своим про верховом транспорте или жене или раба когда они ослушались я понимал за какой грех это наказание я получаю ослушание жени или же ослушание своего верховного животного или же ослушались свою раба ягод за какие потому что у них были грехи мало они знали за что какого с какой стороны наказание получают так мы должны тоже брат на задание и быть осторожна что не грешит цеха сами не драмала многие люди сейчас иногда получают такие беды некоторые экономические беды получают семье или может быть политические беда но всегда он старается какой-то причин найти чем я ошибся имеется ввиду каком-то деле я ошибся это я получил это наказание он никогда не смотрит за какой грех аллах вам там не наказал за что мне это испытание да это может быть где-то ошибку получил почему тогда это ошибку получил это говорит никто не смотрит аллах урана не как же пока они просят прощение имаму табора гидра мула более право не только не этого я это пока ты среди на находитесь и пока ты в мекке аллах мантала не накажет этих кафиров когда они выгнали тогда аллах мантал наказал их и аллах мантала их накажет когда они просят прощения от грехов те которые каются возвращаются к аллах мантала их накажет аллах мантала за то что они не просят прощения ты кафиры и они усердствуют своих грехах они получают свои наказание другом аяты аллах сказал вам аллах аль ла ю азиба муллах омин суддон анна машины харам почему же тогда аллах мантал аяты не наказывает этих людей курашитов будучи они запрещают верующих людей от машины харама аллах мантал наказал и я главарей именно который это мешает ему бадр и даже мухаммад саллаллах али и сам показал каждый из этих главарей где будет убить и это случилось без этого мы должны понимать тот наказание которые наказывают руками верующих людей от кафиру она еще не у не ушла и аллах мантала даст победа эти умы и даст мусульмана наказали этих притеснителей которые притесняют мусульман и как скал и мутами рамула после испослания таурат и курана наказание кафиров большинство будет руками верующих людей и общее наказание тоже будет как сказано хадисе группа армии будет сражаться идти в разрушат кабу когда каком-то открытом месте когда они окажутся лошана тала их уничтожить от начала до конца полной армии даже а еще сказала рады аллах она как аллах манта вернула их уничтожить пиау вали вахим первую и последнюю всех уничтожить аллах ману ата аля и там есть их торговля люди вышли для торговли до сражения и есть люди которые не было с этими мест согласны пол уничтожить аллах субхану ата али говорит первую и последнию но судный день аллах субхану ата али не накажет нас за нации грехи и простить наши грехе и наш грехи наших близких наших родителей после аллах портрета алла кто является наших родителем исламе укрепит их в наши родители не выставим после после его собрать приведет их Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok